Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом уроке я предлагаю Вам связать вот такой узор, который называется очень красиво, жемчужная бриошь. Похож он на вафельку и вяжется очень просто. Сейчас Вы это все сами поймете. Использовать такой узор можно для вязания свитеров, кардиганов, для детских изделий и очень хорошо этот узор подойдет для шапки. Вы меня просили называть пряжу, которой я вяжу образцы. И это у меня Vita Sapphire, оттенок 15-26, 45% шерсть, 55% акрил, в 100 граммах, 250 метров. Вот такая пряжа. Итак, для того, чтобы связать узор, нам необходимо набрать нечетное количество петель. Набираем классическим способом. Итак, я набрала 19 петель, неважно сколько их будет, главное, чтобы было нечетное количество. И обращаю Ваше внимание, все нечетные ряды у нас будут изнаночными, все четные ряды лицевыми. Итак, провязываем первый ряд, первую петлю мы снимаем и все остальные петли в этом ряду провязываем лицевыми. Я бы сказала, это очень простой узор, вяжется он одними лицевыми петлями, самое то для новичков, ну и наверное для многих это любимый узор. Я, например, больше люблю вязать лицевые петли. Итак, провязали первый ряд, разворачиваем вязание, второй ряд, это у нас лицевой ряд. Первую петлю мы снимаем, и я специально приблизила вязание, чтобы вам было лучше видно. И начинаем мы этот ряд с лицевой петли, которую провязываем в петлю предыдущего ряда, то есть мы заводим спицу вот туда под, вот под этот бугорок изнаночной петли, провязываем лицевую, так, следующая петля у нас будет просто лицевая и снова в петлю предыдущего ряда. Так мы чередуем лицевую петлю простую и лицевую петлю в петлю предыдущего ряда до конца ряда. И смотрите, если у нас все набрано правильно, нечетное количество, последняя петля будет также точно провязываться, как и первая, то есть вот сейчас у нас в этом ряду лицевая петля в петлю предыдущего ряда. Разворачиваем вязание, третий ряд у нас изнаночный и он будет точно так же провязываться лицевыми петлями. Вяжем от начала до конца все петли лицевые, разворачиваем вязание и начинаем вязать четвертый ряд. Кромочную мы снимаем, первая петля в четвертом ряду у нас просто лицевая, вторая петля лицевая петля в петлю предыдущего ряда, снова обыкновенная лицевая в петлю предыдущего ряда и так далее. Мы чередуем их до конца ряда. Обращаю ваше внимание, начинали мы с простой лицевой и заканчивается ряд точно так же простой лицевой и кромочная петля. Кромочную провязывайте так, как вы привыкли. изнаночной, значит изнаночной, я ее всегда провязываю лицевой. Раппорт узора у нас составляет 4 ряда и теперь мы эти 4 ряда будем постоянно повторять, для того, чтобы у нас получился узор. Итак, я провязала 6 раппортов и вот такой рисунок, похожий на вафельку, у меня получился. Согласитесь, рисунок очень прост в исполнении, вы это поняли уже, да? То есть мы в изнаночных рядах вяжем всегда лицевые петли, а в лицевых рядах мы должны с вами чередовать второй и четвертый ряд. Только смотрите, не сбейтесь, иначе рисунок у вас не получится. Таким образом узор вяжется, когда мы с вами вяжем поворотными рядами, и если вы хотите применить такой узор для кругового вязания, вам в изнаночных рядах надо будет вязать изнаночные петли, а в остальном все точно так же. Желаю вам ровных петелек, всего хорошего, вяжите, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. С вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Всем пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok